Добрый день, дорогие телезрители! Вопрос сегодня такой. Добрый день, батюшка! Помогите мне, пожалуйста! Какую молитву нужно читать, если у меня ребенок испугался, по ночам плачет во сне? Как ей помочь? Ребенку два годика. Спасибо. Да, есть такая болезнь – испуг. Действительно, когда человек испугался, внутри человека такие, видно, происходят изменения. Я думаю, что и в сознании, где-то под сознанием остается вот этот страх. И ребенок, да и взрослый человек может действительно потом как бы пугаться, бояться. И его мучает. Мучает этот нечистый дух такой, так скажем, который по ночам его будет. И он просыпается, не поймет даже от чего, просто в каком-то ужасе. Некоторые люди, конечно, едут целителем, они там читают заклинания, применяют какие-то методы. Как православие поступать? Понятно, что это может мучить человека только нечистый дух. Бог человека мучить не будет. Если он даже посылает какие-то испытания ему, то человек стреляет по своим грехам, по своим страстям. Любое бывает иногда попускает Бог к этому духу его мучить. Бывает по каким-то грехам. Это все из Библии. Если вы посчитаете, там об этом в Коросе говорится. То есть Господь на время отступает, ангел охранителя в сторонку, и в это время мучает тебя злой дух. Начинаешь понимать, что без Бога ты никуда. И тогда опять обращаешься к Господу и говорит, да, коль ты просишь моей помощи, я помогу. Не просил, ну, сам обходись своими силами. Поэтому вот эта ситуация очень похожа. Значит, что в церкви? Значит, есть в церкви в первую очередь, конечно, это причастие. Это святынь, которая в первую очередь. Ребенка на причастие надо приносить в храм. Теперь, что еще? Еще у нас есть, священнику надо подойти. И есть такая молитва, она страстнее дуга с копием называется. Вы подойдете к священнослужителю и попросите ему сделать вам такое. Это в воде берется вода, и священник знает, как это делать. У нее есть специальная молитва. Я такое делал. Ко мне как-то обращались люди, и уже был случай, когда приходили люди, и взрослые были люди, и даже дети. Когда приходили, обращались именно по этому поводу, что испугался ребенок. Значит, читает священнослужитель, страстнее дуга к копием на водичку, молитву произносит, потом выносит молитву, это вода из алтаря выносится. И эту воду человек каждый день пьет натощак. Ну, конечно, очень важно, конечно, еще агиасма, то есть крещенская вода. Эту водичку также с молитвой пьем, умываемся, читаем молитвы и умываемся. Ну, я рекомендовал некоторым, что читать «Отче наш», и в конце, когда уже последние слова молитвы, там, как это есть «Сарство села и слава отца и сына с такой духами», там человек читает, и в это время, или он сам, если он маленький ребенок, то вы умываете его. Это водой. Можно это делать трижды. Например, у нас ребенок, когда был маленький, вот я уже священнослужителем был, были случаи, когда приходили люди верующие и качали его, и так восхищались им. Вообще не рекомендуют, но, во-первых, это когда человек восхищается регулярно, и взрослый человек, он падает в гордыню. Когда святые отцы, если хочешь поставить подножку своему брату, который духовно растет, то похвали его. Да, вот когда человека чрезмерно захваливаешь, хвалишь, это очень вредно. Но ребенок, я не знаю как, но тоже это чувствует. Видимо, в этот момент любопис приступает, потому что я знаю, что восхищались ребенком, качают на руках, и вот хвалят, и восхищаются, и вориши им, но все равно... И вот потом они уходят, и вот, как правило, люди, которые чрезмерно так вот к ребенку, прямо вот привязаны, они уходили, и ребенок, вы знаете, вот плачет, выгинается, прямо аж его выкручивает. Ну, видно, как говорят, я не знаю, в народе, понятно, говорят, там взлазили, это их не дело, как они говорят, но мы видим, что подействовало как-то так отрицательно. И вот мы именно так и спасались, так скажем. Читал я молитву, или там жена читала молитву, берешь и в конце наливаешь молитвы, крещенскую воду и умываешь. Вот отче наш читаешь, умываешься водой, можно читать живые помощи, прочитал также святую водичку, умылся, попил этой водичкой. Вот. То есть надо прибегать к таинствам церковным. К таинствам, или просто святым маслом еще можно помазаться очень хорошо. У меня были тоже случаи, когда тоже так вот человек плачет, там по ночам вот его причащали, водичку эту на страсть недуга с копеем. Но вот водичку на страсть недуга с копеем я как-то одно время молился, а то, что ребенок болел, очень испуганный был. То есть он только рядом с родителем, он вообще не мог отойти от них, настолько был испуган. Но пил он эту водичку у меня несколько лет. Но потом настолько, он ночью вообще очень боялся, вот просто рядом с родителем за руку буквально заложился спать. Но когда он попил эту водичку, пил он несколько лет эту воду. И, конечно же, и причащался, все, как я сказал раньше. И вы знаете, когда он проснулся несколько лет, он ночью ходил в любую темноту, он ходил сам везде, где угодно, абсолютно полностью исчез страх. То есть, конечно, надо притекать ко Господу, притекать к святым, читать молитвочки, обращаться за помощью, и, конечно, использовать все это богатство нашей православной церкви, таинство, молебны, молитвочки, водичку, масло святое, вода святая, все это используйте, это богатство. Пользуйтесь, я думаю, что по милости Божьей Господь исцелит вашего ребенка. Спасибо вас, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова